Так, доброе всему утро. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Если да, поставьте плюс. Отлично. Значит, микрофон настроил. Я почему-то думал, что у нас сначала будет ведущий представлять, но, похоже, я даже немножко опоздал. В общем, всех приветствую. Меня зовут Захар Конкин. Я являюсь менеджером национальной организации «Туризма Кореи» по работе с B2B-клиентами. То есть, если вы турагент, вы медицинское агентство, либо вы туроператор, то это сразу ко мне, по большому счету. Я оставлю потом свою электронную почту, либо вы можете задать мне вопрос на портале Profit Travel в разделе, где находится мой раздел, непосредственно посвященный Южной Корее. Давайте, наверное, сразу договоримся, что все вопросы, которые у вас возникнут в процессе, если они, конечно, возникнут, и вам будет интересно, вы зададите уже после окончания презентации. Я выделю какое-то время для этого. Либо отправите мне сразу его непосредственно в личный кабинет, через задать вопрос. То есть, если, в принципе, все согласны, все готовы, то я, наверное, начну. Если да, поставьте просто плюсик. Ну все, давайте начинать тогда. Собственно, я сегодня буду рассказывать, по большому счету, о Южной Корее, не только как стране туристического направления, но постараюсь немножко углубиться, чем там заняться еще и весной, и чем заняться, по большому счету, еще и лето. Более подробно с ценами, с программами, с турпакетами и всем остальным вы сможете потом об этом узнать у моих товарищей, которые будут выступать сразу после меня. Это компания Ван, Квинта Тур и компания Good Time Travel из Санкт-Петербурга. Собственно, теперь, наверное, давайте перейдем к содержанию. О Корее, собственно. Я немножко расскажу вам о деятельности самого офиса. О Корее немножко углублюсь в историю, расскажу по транспорту, как ездить по ней, как по ней путешествовать, как добраться непосредственно в нее, где можно остановиться, что поесть, чтобы остались приятные впечатления. Добрый день, Алексей. Собственно, расскажу немного про шоппинг, а также сделаю основной акцент на том, что посмотреть, чем заняться, и уделю таким вариантам, таким направлениям, как Майс, инцентив, немного времени. Собственно, теперь о самой Корее. Сначала офис. Я представляю Национальную организацию туризма Кореи. Она была создана в 1962 году по приказу Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи. То есть, по большому счету, без малого она работает уже больше 50 лет. Мы своего рода рост туризм, который занимается тем, что привлекает народ на отдых, лечение, путешествия и в целом какое-то времяпрепровождение в Республике Корея. У нас два офиса. Один находится в Владивостоке, он чуть поновее, и один находится в Москве. Собственно, все, что до Красноярска включительно, это... Привет, Паш! Собственно, все, что у нас до Красноярска, это ведение Московского офиса, и все, что ведение после Красноярска, то есть, это Иркутск, Якутия, Забайкалье, Приморье, Прямурия, то есть, Дальневосточный федеральный округ, это все относится уже непосредственно к ведению Владивостокского офиса. Я же представляю Москву. Теперь, собственно, перед вами небольшая века установления дипломатических отношений Республики Корея. Как вы знаете, мы, как страна, как я имею в виду, как Российская Федерация, достаточно молодая, поэтому установление дипломатических отношений произошло только в 1990 году. Собственно, это... То есть, это вот, на чем можно считать отчетом, такой точкой, отправной точкой в установлении вообще, в принципе, любых отношений между Республикой Кореей и Российской Федерацией. Но главным здесь считается именно 2014 год, по нашей части я имею в виду главный, это вступление в силу безвизового режима на 60 дней. Теперь или граждане Южной Кореи, или граждане Российской Федерации могут отправиться на путешествие к друг другу до 60 дней без выезда, и с выезда, например, на один день, и еще плюс 30 дней. То есть, итого мы имеем 90 дней в течение всего года для активного путешествия, лечения или других каких-то мероприятий. То есть, в целом, три месяца, думаю, более чем нормально. По большому счету, в следующем году у нас будет перекрестный год между Российской Федерацией и Республикой Кореей. Поэтому, думаю, мы сделаем что-нибудь интересное по части туризма уже через год буквально. А пока, собственно, будем развивать вот так. Собственно, теперь о Корее. Корея страна небольшая, если вы представляете площадь Московской области, то Корея всего лишь вдвое больше. Климат от умеренного до субтропического, то есть, есть и холодное время года. Новый сезон Академии будет, да, напишу, потом, через месяц будет. Собственно, площадь небольшая, как я уже сказал, потом. Климат от умеренного до субтропического, то есть, встречается и холода, и лед, и снег. То есть, особенно это в провинции Кануан-Доу, есть в Пюнчан, где проводили зимние Олимпийские игры. Собственно, и бывает субтропический климат, это если отправиться на остров Чеджу. То есть, климат такой, что снега крайне мало, а пляжный сезон чуть-чуть более длинный. Население около 51 миллиона человек, что является достаточно плотным населением. Это, по небольшой стороне, основное, естественно. Основная часть населения, естественно, конечно, сосредоточена в районе Сеула и провинции Кануан-До. То есть, это вот это примерно. Так, надеюсь, указку видно, я вроде включил. То есть, это Инчон, где находится аэропорт, это Сеул и вот так вот провинция Кануан-До. Она вмещает, наверное, более, наверное, двух пяток населения Южной Кореи. То есть, по-моему, миллионы 24, если не соврать. Собственно, далее основными городами, естественно, является Сеул. То есть, огромный город, но более 10 миллионов населения. Это уже старая информация. Я думаю, это следующий. Это Кусан, по-братимству города Санкт-Петербурга. Тоже большой город. По-моему, около 5 миллионов населения. Большой, то есть, портовый. То есть, основная часть его промышленности, именно связана с тем, это именно с грузоперевозками и морскими перевозками. И город Чеджу. Это самая маленькая провинция, самый большой остров Республики Корея. Он находится на юго-западе, и он на карте, к сожалению, его нет. Я потом о нем немножко расскажу чуть подробнее. Собственно, теперь о таком понятии, как всесезонность. То есть, очень часто, когда люди спрашивают меня о том, что как... То есть, Корея, что может... Вот ближайший ориентир для Кореи, то есть, это Таиланд, это Китай, это там Хайдань, ничего... Я говорю, нет, ближайший ориентир для Кореи, это все-таки Япония. Корея, это страна всесезонная. То есть, на ней равномерно распределяется как весна, так и зима, так и осень. То есть, осень и весна, это у нас любование либо цветением красных пленов, либо цветением так называемой корейской вишни, которая в Японии называется саквой. Если это летом, то основные мероприятия приходятся на провинцию Канвандо, потом на Кусан и на Чеджу. То есть, это обязательно пляжный какой-то чезон, хоть и небольшой всего с июля по начало сентября. То есть, аккуратно так 20,5 месяцев. Но достаточно активный и насыщенный. Зимой это, соответственно, катание на горных лыжах, досках, сноуборда и на санках, или там, летка снеговика и посещение каких-то фестивалей, которые связаны, в первую очередь, со льдом, снегом и проведением на улице, скажем. Но не всегда. Теперь, собственно, далее что у нас. Далее у нас идет такая же транспорт. Про транспорт я немножко остановлюсь поподробнее, потому что Корея представляет собой такую интересную страну. Она небольшая и по ней очень комфортно путешествовать. То есть, в целом, если, допустим, брать путешествия внутри страны, то всю Корею можно объехать, наверное, за неделю-две, в зависимости от того, как вы собираетесь останавливаться, и в каких регионах, и примерно на сколько. Теперь, собственно, про полетную программу. Сейчас полетная программа. Я брал, например, Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, так как только эти города имеют прямые перелеты в той зоне, которая введена мне в развитие. То есть, аэрофлот летает ежедневно, и сейчас недавно прошел слух о том, что, скорее всего, будет поставлен второй рейс. То есть, скорее всего, будет полетка два раза в день, то есть, уже увеличивается до 14 дней. Корея на 5 дней в неделю, и вполне вероятно, что вторник и четверг тоже скоро добавятся, потому что турпоток растет. В этом году Корею посетили более 300 тысяч 11-х российских туристов по разным причинам работа, обучения, путешествия, лечения и тому подобное. S7 Airlines информация тоже немного устарела. Сейчас они летают, по-моему, 3 раза в неделю. До Нового года летали даже 4. И вполне вероятно, что 3 раза в неделю такая схема полета так и сохранится. И с Санкт-Петербурга летает прямым перелетом только Корея НР. Он летает вторник и летает нерегулярно. Начало полетки, по-моему, у них с 27 апреля. То есть, если кто-то интересуется именно полетами в Корею и Санкт-Петербурге, и ему интересен прямой перелет, то лучше планируется отпуск, и так далее отправка туристов уже ближе к марию. А там, по-моему, полугодовая программа с возможностью летать с прямым перелетом. Ну и, собственно, по большому счету, это, наверное, все. Но не стоит забывать об огромном количестве стыковочных кейсов. Это и Иркутск, это и Хамаровск, и Владивосток. То есть, многие летают из Санкт-Петербурга через Финляндию, что для меня было достаточно странно, на Финейр, по-моему. И летают, по-моему, еще так даже через Якутию. Но в целом, то есть, улететь порой не возможно, и иногда даже сравнительно бешевле, чем, допустим, лететь через прямым перелетом. Теперь, собственно, по транзитному туризму. Корейцы в шутку говорят о том, что мы страна транзитного туризма. То есть, хотя по большому счету, мы тоже можем себе это сказать, потому что через Москву и Санкт-Петербург у нас достаточно большие хабы, то есть, летают через нас часто. Но корейцы так аккурат устроены, что они через Сиу, например, очень удобно летать в Японию. Особенно, если вы летаете не Джалл Аирлайнс, то есть, которые прямым перелетом летают, а через Корейн Эйр, то у вас будет возможность, например, выбрать не один аэропорт, который находится в Токио, а, по-моему, до 15 аэропортов по всей территории Японии. Вот до, по-моему, Хоккайдо и Окинавы. То есть, если транзитом лететь, то даже веселее получается. Соответственно, удобно летать в Северную Америку, в Южную Америку. Часто сами корейцы летают, например, на отдых в Себу, на Манилу, на Филиппины, в Гонконг. Либо Новую Зеландию и Австралию. Ну и, естественно, Европу. Собственно, по большому счету, вот в этом и заключается уникальная транзитная фишка. А также, если вы летаете, например, компанией Корея Нейрлайнс, жалко, ее сейчас нет, они бы рассказали намного лучше даже. Если вы летаете Корея Нейрлайнс, то у вас есть такая возможность, например, если у вас транзитный тур достаточно долг, то есть, вы планируете все улицы держаться на день, два или больше, то если вы летите через Корея Нейрлайнс, то вам предоставляется гостиница, причем в счет компании. Хотя обычно все происходит наоборот, и люди подходят к стойкам, к туристическим информационным стойкам и просят, чтобы им забронировали какую-нибудь экскурсию. Потому что есть целый пакет бесплатных экскурсий, когда люди просто прилетают в Инчон, и чтобы не ждать 8-10 часов транзита в аэропорт, они берут себе какие-то экскурсии, которые, если короткие, то это Инчон и его окрестности, то есть, это храмы различные, острова, до которых добираются. Если времени чуть больше, можно отправляться прямиком в Сеул, шопиться, заниматься какими-то делами, пробовать различную гастрономическую прелесть и в целом как-то коротать время поинтереснее, чем просто просиживать в аэропорту. Теперь, собственно, по путешествиям о стране. В Корее представлено это все и самолетами, и поездами, и метро, и, соответственно, когда я сейчас немножко подробнее расскажу, как, по большому счету, путешествовать именно внутри страны. Про аэропорты. Всего в Южной Корее насчитывается 108 аэропортов, из которых интересно, на самом деле, лично мне, как туристу, по большому счету, только 3. Это аэропорт Инчон, который находится непосредственно в городе Инчон. Инчон – это большой аэропорт, наверное, приходится более половины, даже процентов 70 всех рейсов иностранных, а может быть даже больше, которые прибывают из других стран и в целом, когда корейцы отправляются. Это аэропорт Кимпо, который нам интересен в первую очередь тем, что это аэропорт, обслуживающий внутренние рейсы, и обычно из него все рейсы проходят на остров Чеджилл. То есть, когда люди собираются, например, отправиться на пляжный отдых на остров Чеджилл, позагорать, отдохнуть в отеле, заняться спелеологией или просто провести время на пляжи, они бронируют себе перелет аэропорта Кимпо на остров Чеджилл. Полет, по-моему, со всеми регистрациями, стойками и всем остальным, по-моему, не более часа, часа-двадцати. Следующий аэропорт – это Кимхэ. Кимхэ – это международный аэропорт, который находится в Пусане. То есть, это второе повеличение аэропорта Южной Кореи, и в него обычно не попадают прямым транзитом из России, но если вы летаете из Владивостока, по-моему, Хабаровска и Иркутска, или транзитом из Новосибирска, например, через Пекин, то вполне возможно попасть именно в него. Но в целом обычно люди идут по другому пути. Они пользуются скоростными поездами KTX. Вот буквально перед вебинаром, на самом деле, проверил сетку KTX, в большом счете это скоростные поезда, скорость до 350 км в час. Если вы прибываете в Сеул, у вас на KTX есть возможность попасть и в Пусан, и вот здесь пока не успели дорисовать, и возможность попасть в провинцию Канвандоу, уезд Пинчан – это специальный олимпийский поезд, который курсирует, по-моему, 8 раз в сутки, который отправляет именно на восточное побережье. Раньше он курсировал, по-моему, каждые 20 или 30 минут, когда были олимпийские игры. Но вот теперь сократили до 8 поездок, что, в принципе, тоже неплохо, то есть практически в любое время суток можно попасть. А в Пусан, по-моему, ходят каждые 20 минут, причем ходят как KTX скоростные, которые за 2,5 часа добираются вот эти 800 км, так и SMAIL поезда чуть попроще, чуть более медленнее, но даже они идут всего 4 часа, что достаточно неплохо. В случае, что продалеть нужно почти 700 км. Собственно, поезда, естественно, очень хорошие, очень, так скажем, дорого-богато. То есть там есть и первый класс, и бизнес-класс, хорошего брандства, возможность пересечь бизнес-класс, еда. То есть какой-то аналог нашему Сапсану, наверное, в Петербурге, даже, наверное, чуть... Хотя бы нет, даже, наверное, это аналог, скорее, Синкан-сен в Японии. Теперь, да, кстати, хотел сказать, перед тем, как перейти к автобусным турам, по большому счету, так получилось, что в Пусан и в Пюнчан ехать на поезде на скоростном почему-то дешевле, чем ехать на международных автобусах. Хотя международные автобусы тоже достаточно удобные, то есть это, собственно, перезвозы либо Киа, либо Финде. А, ну да. Собственно, ездят такие же автобусы, такие автобусы ходят в любое время, то есть и в отличие от Ки-Ти-Эксов, допустим, вы на них можете попасть в любую провинцию. То есть дороги в Корею очень ровные, очень такие хорошие, и, по большому счету, доехать очень быстро и с комфортом тоже не составляет труда. Тем более, как я уже говорил, Корея страна очень небольшая. Теперь, собственно, метрополитен. Метрополитен в Корее достаточно разветвленный и уходит практически в провинцию. То есть если в Москве, например, за МКАДом уже метро нет, то в Корее можно уехать практически в провинцию Киом-Юдо, то есть вплоть до Янчона. По-моему, даже на метро, насколько я помню, можно уехать в сам Янчон, в аэропорт. Так что он еще больше разветвленный, но достаточно удобный, все дублируется в английском языке. То есть даже первый раз, когда я туда попал, еще по учебе, я не потерялся. Так что, по большому счету, он достаточно удобный. Теперь, собственно, где остановиться? Слайд, к сожалению, не полный. То есть, по большому счету, Корея, как и любая развитая страна, в ней есть все, что можно. То есть и отели трех, и четырех, и пятизвездочные отели. То есть и собственная линейка отелей, такие как Лотте, может быть, в Москве кто-нибудь или в Петербурге видел. То есть большие, дорогие отели, пятизвездочные, в которых есть, наверное, все, что только можно в душе представить. Есть и четырех, и трехзвездочные отели, и гестхаусы, так называемые. Но есть еще такие вещи интересные, например, которыми Корея именно отличается, по большому счету, от других стран по части проживания. Первое – это Temple Stay, дословно это Temple, то есть храм, Stay – это остаться. То есть это уникальные программы, где вы можете почувствовать себя буддийским монахом. Вам вместо отеля можете выбрать проживание непосредственно в храме, вам выдадут тогу, будете пробовать храмовую пищу, заниматься медитацией, отдавать 108 поклонов Будде, ну и в целом заниматься какой-то деятельностью, которое присущим монахам. Если времени, например, нет, или не хочется очень жертвовать комфортом, то вполне вероятно, что вы станете монахом всего на два часа. Это будет и дешевле, и все равно опыт ни в коем случае не смажется от этого. Hanok Stay – это традиционный корейский дом, который в Южной Корее строится с незапамятных времен, по-моему, даже современным. Индепритация, когда корейские дома стараются заимствовать то, что было в Hanok. То есть эти дома, по-моему, которые стоят даже тут, конечно, многие из них новоделы, а какие-то из них были частичками даже то, что было 500 лет назад, в эпоху древнего Чусон. Hanok – это дом, построенный по технологии. Как объяснить-то? В Корее нет батареи центрального отопления, поэтому раньше дома отапливались тем, что под полом продевались трубы специальные, которые греются с печки. То есть такая... Да, теплый пол, так и есть он вдоль, так называемый. То есть получается, что трубы протянуты непосредственно под полом, и по ним идет пар, температуру которого зависит от того, сколько дров вы закинете в печку, по большому счету. Вот, собственно, поэтому в Корее самое теплое место – это пол, поэтому на нем можно спать, параллельно перед этим постелив матрас, ну или сушить одежду, например. Сам не раз видел, как многие студенты, например, свои рубашки сушили именно на полу. И чимджильбан. Чимджильбан буквально означает процесс лечения болезни, помощи выделяемого пота. Эта штука не совсем про желание, это скорее именно досуг, то есть такие южнокорейские бани, в которых есть возможность остаться на ночь. Это больше будет, наверное, интересно не совсем туристам, которые едут с семьей, с детьми, это будет интересно именно студентам, которые привыкли путешествовать налегке, там, с рюкзаком или с небольшой сумкой, то есть которые экономят на всем, лишь бы увидеть побольше, но подешевле. Вот этот вариант, мне кажется, для них будет самый интересный. Теперь, собственно, что поесть? Что поесть в Корее? Корейская еда называется ханщик. Хан – иероглифическое написание, это Корея. Щик, соответственно, это Корея, написание еда. Или корейская кухня. Корейская кухня? Проводная еда спорта, которая пойдет. Так, напишите мне, пожалуйста, это на почту, я ее потом скину. Не забудьте про ваш вопрос, а то я потом его потеряю. Корейская кухня развивалась на протяжении 5000 лет, и изначально она вышла из крестьянской еды, потому что Корея была небогатой страной. Долгое очень время, вплоть до снятия японской аннексии, то есть когда Советский Союз победила Второй мировой, и обе Кореи по большому были особо движения от японцев. То есть даже в этот момент Корея была значительно бедной стороной, и прожиточный минимум был сравнительно невысок. Поэтому Корейская еда в большинстве Союз была до этого христианской. Оттого она сохранила очень многие полезные свойства. То есть для корейцев рис – это как для нас хлеб. То есть раньше, чем семья беднее была, тем больше риса она съедала. Сейчас рис остался в качестве гарнира. К нему обычно подавались различные закуски, так называемые панчан. Это и клашаная капуста, и какие-то маринованные овощи ферментативные. Именно поэтому Корейская еда считается одной из самых разнообразных и таких вот достаточно интересных кухонь мира. Потому что, как говорится, хочешь есть вкусно, то есть извращайся, можно так сказать. Поэтому по большому счету очень много приправ, очень они разнообразные. То есть даже приготовив одно и то же блюдо разными способами или, допустим, не смешав ни с той пропонсией, ингредиенты, вы можете получить абсолютно другой вкус, например, от тех же кимчи, так называемых. Корейская капуста китайская, маринованная. Я, допустим, сколько помню, ни разу не пробовал кимчи, чтобы они всегда были одинаковые. То есть всегда они как-то меня удивляли, всегда они были разные. И уже потом, со временем чудо на реке Ханган, ближе к 70-м, когда Корея активно начала развивать промышленность, получила иностранные кредиты и в целом. То есть корейцы, так сказать, начали активно работать. То есть кухня модернизировалась, развивалась. То есть появлялось большее количество сортов мяса. То есть развивалось собственное животноводство в большом количестве. Поэтому по большому счету стали появляться такие уникальные изыски. То есть различные блюда разные, которые... Я потом немножко расскажу об этом. Теперь, собственно, если, допустим, вы проголодались по большому счету, то Корея здесь тоже может удивить. Корея очень известна за свою уличную еду. То есть практически в каждом крупном районе Кореи есть такие, знаете, как палатки с уличной едой, стритфуд. Это ни в коем случае не в нашем понимании стритфуд. То есть это не швурма, гамбургер или хот-дог. Это именно какая-то такая здоровая пища. То есть какие-то шашлычки какие-то из морепродуктов, подобных вещей. Это какие-то, например, традиционные рисовые лепешки, так называемый топ с начинкой из фруктов, овощей или мяса. И тому подобные вещи. Все это очень вкусно. И риск отравиться крайне велик, потому что все готовится очень... То есть все готовится в стерильных всех перчатках. То есть отравиться невозможно. По крайней мере, я ни разу. Теперь, собственно, из-за того, что разнообразие еды увеличилось, появилось такое понятие, как гастрономический туризм именно в Корее. Какие есть эти гастропитания? Бургер Кинг Паша есть. Он там есть, не переживай. И KFC есть. И Саи есть, лотерия. Гастрономический туризм, собственно, такое появилось понятие. Собственно, каждый регион Кореи, это как у нас примерно. То есть если вы едете, например, в Красноярск, вам и сибирская кухня, и там подобные вещи. В Корее точно так же. То есть в Сеул это кухня Fusion. То есть там есть и французская, и немецкая, и японская, и китайская, и, собственно, корейская. Всего по многу. Разного сорта, на разный вкус, цвет и кошелек. Если вы едете, например, в Пусан, это, естественно, рыбный рынок Чагальчи. То есть если кто-то из вас видел фильм «Корейский олдбой», когда он приходит и принял живого осьминога, он говорит, нет, я хочу съесть, например, живого осьминога, то даже такое есть. Пусан это просто рай для любителей морепродуктов. То есть тот, кто фанатеет просто по морским гадам каким-то, обожает осьминожек, миги и все-все-все. То есть в больших количествах. Это именно рынок Чагальчи. Если отправиться, например, уже на Чеджу, то там вам и блюда из мяса черного кабана на гриле, и шоколад с мандаринами, которые есть только на Чеджу. Кстати, мандарины очень сильно отличаются от того, что мы видим обычно в наших гастерномических сетях. Собственно, то, о чем я говорил. Как я уже говорил, то есть в Корее достаточно страна сейчас развитая, и рестораны тоже претерпели разные развития. Собственно, есть как дешевые, то есть как мы их называем, забегаловки, такие street food, так и рестораны со звездой Michelin. И в Корее, по-моему, ну не соврать, ну достаточно много. То есть есть и те, в которых подвезли для Michelin. То есть для людей состоятельных, с большими деньгами, которые привыкли сначала осматривать досконально, что они едят, то это, собственно, для них. Ну и тут вот спрашивали, какие сети быстрого питания есть. Вот это то, что мы любим. То есть если едим быстро, на ходу, дешево, все это есть. Бургер Кинг, и Киев Си, и Париж Багет, и все-все-все. Да, только почему-то у них Макдональдс, и Киев Си, и все остальное очень сильно от нас отличается. Я бы сказал, не в лучшую сторону. Теперь, собственно, шоппинг. Шоппинг в Корее при Сиубе выбран каналом CNN в лучшем городе в мире для шоппинга. Он привлекает туристов ежегодно, и это все благодаря тому, что Корея периодически сама формирует тренды в современной моде, в современных развлечениях, а также в информационных посылках, ну и в принципе в технологиях. То есть все мы знаем, если у вас не iPhone, у вас Samsung, LG, может быть, еще что-нибудь. Вы можете водить либо там Vexus, либо российский автопром, либо корейский с японским. То есть, собственно, шоппинг в Корее то же самое. То есть очень многое перекочевалось ума. То есть в той же Москве, например, есть целые сети, которые продают корейскую косметику. Собственно, по большому счету, люди, которые едут в Корею, они обычно едут либо в город моду Тон де Мун, то есть вот эта вот штука, на верху которой находится, это Тон де Мун дизайн плаза. Она разработана и сконструирована британским архитектором иранского происхождения в Захре Хадид. То есть это такой экзибишн холл плюс музей, плюс майс какой-то холл, плюс место для проведения каких-то ивентов. Там же и город моды регулярно проходит Korean Fashion Week дважды в год, по-моему, осенью и весной. Ну и, соответственно, есть возможность купить непосредственно там даже какие-то варианты из модной коллекции корейских. Это улица Мендон, она находится внизу, вот эта вот, которая справа. Это улица косметики, то есть пара километров чистых, просто чистых пара, как сказать, это, наверное, пара километров, которые представляют из себя чистые магазины косметики. То есть эти холлика-холлика, нища и все остальное, то, что любят девушки, да и мальчики некоторые. Собственно, это по большому счету именно сюда. То есть, наверное, больше 100, может быть, даже 200 магазинов, которые все это продают регулярные скидки, то есть не видел ни одного человека, который бы туда не заехал. То есть на обратном пути, либо кто-то жене, детям покупать, еще кому-нибудь себе. То есть плюс периодически там, так как всего этого много очень, то периодически проходят скидки из разряда «Купи одну банку улиточного крема, получи 5» в подарок там. Ну и тому подобные вещи. Если же вы не сторонник этого, и вам куда ближе, например, такие вещи, как традиционные сувениры, то это улица Инсадон. На улице Инсадон как раз подаются различные туристические вот такие вот сувенирные утвари, типа каких-то, например, мыльниц, кошельков, палочки для еды, например, какие-то магнитики, подобные вещи традиционные. Там различные специи, приправы, чай. То есть все вот, если вот прям вот хочется чисто корейства, хоть и сувенирного, это вот улица Инсадон. Все туда по большому счету. Ну и теперь, собственно, что посмотреть, то есть что поесть, куда сходить и все это. Я рассказал теперь, что поесть. Начну с Сеула. 90% людей, которые посещают Корею, они, как правило, наверное, остаются в Сеуле. То есть, в чем Сеул обратно. То есть, если особенно это транзитный туризм, дальше точно где-нибудь. Первое, куда обычно ведут туристов, это всегда один из пяти королевских дворцов эпохи Чусон. То есть, это, как правило, дворец Кенбакун, он на левой части экрана. Это один из первых дворцов, построенных в уровне Чусона. Он величайший из пяти дворцов, но он не работает во вторник, поэтому, если ваши туристы хотят посетить его, то лучше, конечно, запланировать это на другой неделе, кроме вторника, во вторник лучше нужно посетить один из других дворцов, например, Чанбакун. И да, стоимость посещения, по-моему, дворца стоит 15 тысяч вон на наши деньги, это по 14 долларов. Но если, например, за 10 тысяч вон, по-моему, арендовать корейский костюм ханбок, вы можете видеть его на одном. Это вот королевский ханбок получается, такой ханбок ража. Есть чуть попроще, это для людей, которые, он такой, кстати, не для стражей, а такой и для этих. Вот за дворян, например. То есть он, по большому счету, если его арендовать, то вход во дворе становится бесплатным. Это особенно интересно наблюдать, когда, например, группы из 40 человек, и все они в ханбоках. Единственное, что их выдаешь, это наше время только то, что они с аппаратами или с телефонами. Следующая локация сейчас потихоньку отбивает первенство посещения у парка Намсан и башни Намсан. Раньше обычно, чтобы сделать обзорную экскурсию всего, то есть найти обзорную площадку, ехали в парк Намсан, теперь едут в торговый центр Лота World Tower. 123 этажа, больше полукилометра. По-моему, одно из самых высоких зданий в Азии, если не самое высокое. Собственно, множество магазинов, ресторанов, обзорной площадки и много-много другого. Далее, как правило, храм Панэнса, буддийский храм. То есть именно здесь обычно люди знакомятся с сон-буддизмом, так называемым традиционным для Кореи буддизмом. То есть если вы привыкли к такому слову, как дзен-буддизм, то в Корее это называется сон. Есть небольшие отличия. Парк Намсан, про который я уже говорил, с обширной зеленой территорией, в котором люди обычно гуляют, пробуют еду, поднимаются на обзорную площадку. И фольклорная деревня. Вот эта фольклорная деревня, помните, я вам рассказывал про дома Ханок, так называемые. Это как раз деревня, которая находится недалеко от Сеула, и она по большому счету вся из этих домов состоит в Ханок. И в нее тоже очень увлекательно, если отправиться, предварительно нацепив на себя Ханбок. Тоже становится интересным. Далее это Инчон и Кёнгьюдон. Это провинция, которая окружает Сеул. А Инчон это вообще город одноименный аэропорт. Сюда обычно люди ездят либо в фольклорную деревню, такую же, как я говорил про Пукчон. То есть там люди участвуют в каких-то традиционных фестивалях, типа танцы с масками, либо просто какой-то мускарад, например. Это, соответственно, далее это крепость Хвасон в Суоне, то есть такой мини-аналог китайской стены. То есть он входит в объект ЮНЕСКО. Длина стены 6 километров, по-моему. И это парк развлечения Эверленд, такой своеобразный аналог Диснейленда, только корейский. То есть огромнейший, масштабнейший, то есть огромный аттракционный, собственный аквапарк Карибиан Бэйт, тоже огромнейший. Зоотопия, огромный зоопарк, то есть в котором есть даже панды, которые были подарены председателем ЦК КНР Си Цзиньпинем, насколько я помню. Ну и в целом достаточно огромная штука. То есть если вы едете с детьми, допустим, а детей я знаю, что таскать по всяким музеям, это себе дороже. Вот Эверленд на весь день – это вот прям выбор. Далее это Пусан. Пусан, в первую очередь, как я говорил, уже известен за свои пляжи. То есть если вы едете в Корею, например, летом, особенно в июле, например, или в августе, вот мой совет лучше выбрать Пусан, например. То есть это вам и пляж Хаундея, и пляж Каланали. То есть огромнейшие пляжи, с большой протяженностью, с развитой инфраструктурой, как я уже говорил, на котором есть, как я уже говорил, эти рынки морепродуктов, какие-то различные достопримечательности, в частности храмы, например, Хэдон Йонгунса, или какую-то культурную деревню Камчонка. Также эти пляжи оборудованы все необходимые инфраструктуры для катания на всем, чем можно, связанные с водой. То есть и кайтсерфинг, и виндсерфинг, и просто серфинг, и занятия дайвингом, и катание на акробайках, и все-все-все, по большому счету. Пляжи, могу сказать, они городские, то есть на них есть все, по большому счету. И отели, в том числе и Пятизвездочные, находятся прямо на берегу. То есть, несмотря на то, что вы находитесь буквально в получасе от центра, вы непосредственно можете, у вас еще и пляж под боком, и живете, например, в каком-нибудь Хаяте Пятизвездочном. То есть все под боком, все компактно, везде-везде добраться практически можно пешком, либо на автобусе. То есть все очень быстро, все доступно. Далее, собственно, у нас эта провинция Кандо. Известно тем, что до 2018 года она была одной из самых беднейших провинций. То есть она такая на северо-востоке находится. Развития получала мало, пока не провела в ней, по большому счету, Олимпийские игры в Пельчане 2018 года. Это именно известно тем, что в нее стали активно вкладываться и развивать инфраструктуру, в том числе и отельную. Заниматься здесь в первую очередь, это, естественно, посещение таких храмов, например, храмов или национального парка Сар-Оксан. Это горный парк. Он на правом нижнем углу находится. То есть огромный парк. Кореицы сами очень обожают заниматься хайкингом, поэтому любят подниматься, ходить в походы. И пляж Чон Дон Джин. Это верхний угол, то есть это большая картинка. Он получил, по-моему, даже книгу рекордов Гинса занесен за то, что он находится прямо на берегу, по большому счету. То есть, по-моему, от железной дороги до непосредственно воды, по-моему, 200-250 метров, что ли. Вот если проехать, например, до конца, то, по большому счету, можно увидеть вдалеке такую интересную конструкцию. На вершине огромной скалы находится яхта, как будто ее туда огромный великан забросил. На самом деле это четырехжелочный отель. Да, здесь отель Sunrise Cruise. Он, вернее, Sun Cruise, по-моему, называется. Вот, собственно, он четырехжелочный. Если интересно, можете найти его на Агоде или на нашем сайте. Он представлен, можно забронировать. Находится прямо на скале такой. Да, вот именно он, собственно. И переносимся теперь на остров Чеджи. Чеджи – это самая маленькая провинция и самый большой остров Республики Кореи. Находится он в часе лета, как я уже говорил. Здесь, в первую очередь, запляженную инфраструктуру. Но обычно в Корею люди не ездят просто, например, за пляжем. То есть ехать в Корею, как, например, в Таиланд, учиться за пляжем – это немножко неправильно. То есть здесь нужно и купаться, и отдыхать, и при этом еще много путешествовать. То есть, в частности, например, можно поездить национальный парк Каласа. Это в целом центр остров Чеджи. Добраться до него можно буквально за полчаса. Но подняться на него трудно. Потому что это самая высокая точка, по-моему, 2800 метров над уровнем моря. Это кратер потухшего вулкана. Если надо добраться до самого верха и заплянуть внутрь, то там будет горное озеро Лау, которое образовалось там много тысяч лет назад. Это и вулканический конус Сонсан и Чульбон. Это верхняя картинка, которая наверху. Сюда обычно люди приезжают для того, чтобы посмотреть на восход. То есть, если встать в центр и смотреть, например, с самого утра на скалу, то получается, что как только солнце поднимается, все окрашивается в ярко-олый такой цвет. Очень красивое зрелище. То есть, интересно будет загуглить и потом. Далее, это обязательно посещает лес Пиджарим. Мне кажется, именно отсюда пошло такое увлечение в корейской медицине, как лесотерапия. Когда люди меняют привычки в питании, то есть, налаживают их какую-то гармонию внутри. Они занимаются медитацией. Но медитация не такая, чтобы в производстве сидим, а много-много гуляем по бамбуку, по таким хвойным лесам. То есть, для того, чтобы просто протышаться, подумать о чем-то. То есть, такое очень тихое место. Ну и, соответственно, пляж Хёкче. Здесь, на самом деле, весь остров по большому счету пляж, он весь окружен. Самый из них крупный – это Хёкче, Хэмдог и Чонмун. По части размещения на этом острове обычно на пляжах это либо тройки, либо четверых звездочные отели. Пятизвездочные отели, такие как Хаят Риженси или, по-моему, Симарк, находятся только на пляже Чонмун. То есть, его здесь нет. Но, если интересно, тоже потом запросите, я скину. И теперь обычные провинции, про которые забывают. То есть, по большому счету, вам потом моя коллега из Ланды расскажет, что такое золотой треугольник. А я пока расскажу о провинциях, о которых сейчас забывают. Вот это Тегу и города Тегу, Ульсан и регион Кёнсан-Намдо. Здесь находятся исторические такие регионы Кёнджу, например, так называемый музей без стены, без потолка. То есть, по большому счету, такой весь город небольшой. Это, можно сказать, музей ЮНЕСКО, потому что находится он на территории бывшего государства-села. То есть, такого древнего государства, древнего образования. Известен за свои памятники, в том числе архитектурные, такие как обсерватория Чонсан-Намдо, или, например, храм Пульбукса. То есть, если интересно, то приехать туда, это место, до которого нужно бродить, смотреть, фотографировать, бродить, смотреть, посещать различные гроты, типа Сокуран. О них расскажет моя коллега. Другие города, например, Тегу, это посещение радиомедицины, либо участие, например, в фестивале лекарственных травм. Ну и в целом... А, еще забыл. Это исторические деревни Хохвей-Яндон. Это исторические деревни фольклорные, которые находились в Сеуле, например, или в Инчоне. Но отличная черта в том, что каждую осень здесь проводятся фестивали танцев в масках. То есть, если кто-то видел, например, у вас, из вас такие вещи, как театр, но, либо кабуки в Японии, то вот это чем-то походит. Только более массово и, можно сказать, на всю деревню. Вот так вот. Так, далее, это регионы Чоланамдо и Чолапухтон. Это такие регионы, как Кванжу. То есть, здесь плантация зеленого чая Техандалон. Вот то, что на верхней картинке. Это Корея. В принципе, не чайная страна, что в свое время, когда в 80-х начали возить кофе, из Америки, Бразилии, корейцы буквально помешались на кофе. То есть, кофе всех сортов тут есть. Но чай, тем не менее, они ценят. Стараются выращивать различные сорта зеленого чая. И, в целом, если людям, которым интересно, участвуют в различных фестивалях зеленого чая, в которых можно купить себе какой-нибудь сорт. Также это традиционная деревня Чонжу, которая известна за счет своих домов. Ханок, которые используются здесь как отели и проживания. А также за алкогольный напиток, который напоминает чем-то наш по вкусу, чем-то Айран или какую-то Брагу, как название Маккали. Вот, собственно. Теперь о таких вещах, о которых обычно не спрашивают, они больше интересны молодежи. Это халю или корейская волна. В общем, халю – это такая штука, которая называется, в принципе, любое явление, когда Корея, например, становится очень сильно популярна. То есть, это, по большому счету, такое явление, когда корейская культура, какие-то корейские кино, допустим, дарамы и все-все-все, оно распространяется на территории других государств. То есть, когда эти начинают буквально просто болеть другие страны. Вот, например, в России очень любят кей-поп, так называемые cover dance и все остальное. Это тоже своего рода халю. Собственно, как я уже говорил, это и кей-поп. Все знают, Каннамстайл, Сая, который там, по-моему, несколько миллиардов на ютубе просмотров у него, и кей-драма, то есть, дети и взрослые смотрят дарамы, учат корейский язык и тому подобные вещи. Как это отражается в туризме? Это и места съемок, личных сериалов и фильмов, которые становятся туристическими достоверемечательностями. Вот, нашелся, смотрят дарамы, я тоже смотрю. Вот, собственно, по большому счету. И есть даже возможность, например, в самом Сеуле поучаствовать в кастинге. То есть, если там на дараму, например, требуется белый мужчина или белая женщина, например, для роли какого-нибудь иностранца, или не обязательно, то в целом, иногда даже бывает, что можно попробовать свое счастье. Вдруг и не на вас ждет карьера звезды кей-попа. Ну, и теперь переходим к таким редким направлениям, обычно, как раз бывает, это wellness и медицинский туризм. Корея известна тем, что она сильно разграничивает свою традиционную медицину и свою современную медицину. Они редко пересекаются, но, тем не менее, они имеют одинаковую ценность. То есть, это не так, что, допустим, огромный медицинский комплекс по современной медицине, по хирургии, и какая-нибудь там такая бабка-годалка, которая занимается целеблемыми травмами. То есть, есть целые рынки, посвященные традиционной медицине, как и как-то терапии чуны и тому подобных вещей. Собственно, Корея входит в топ-лидеров по медицинскому обслуживанию. Корейцы сами считаются долгожителями. То есть, живут свыше 80 лет, по-моему, 82-83. То есть, с 45-го наше время прошло огромное развитие. То есть, увеличилось огромнейшее количество врачей, много пациентов. Очень неплохие цены периодически. Обычно, когда люди, например, выбирают Корею полететь или в Германию, они в первую очередь смотрят на цены. Потому что в Германию лететь ближе и дешевле, но в Корее периодически бывают очень неплохие цены. Соответственно, огромная популярность у таких вещей, как, например, чекап. Многие люди даже свои чекапы устраивают непосредственно экскурсионную программу. Например, день-два провести в экскурсиях, а потом, допустим, сделать день-день чекап, узнать о своем организме, все, что можно. Стоят они недорого, делаются 3 часа, и вы получите всю информацию о своем организме. Что у вас болит, или что не болит, и все, что можно сказать. И последнее, это Майс Винсентив. Чуть подробнее о участии в выставках, организации выставок. Она вам расскажет Юлия Фрундина из Квинт Тур. У нее целый кусок презентации он посвящен. Я лишь скажу, что Корея регулярно проводит различные вещи, типа, как у нас ЛТМ, у них КЛТМ, различные Майс-воркшопы, различные Майс-мероприятия. Есть огромное количество площадок для проведения просто вот мега каких-то стоит допустим этих мероприятий. Например, Сеул Куэкс вмещает, по-моему, до 10 тысяч человек, по-моему. То есть, не соврать бы. Но, тем не менее, каждый отель в тот же Лоте, Мариоте или Интерконтинентале обладает, как правило, своими площадками. Вот я вот недавно отъездил, был в Хилтоне. У Хилтона площадка вмещала до 500 человек, например, для проведения конференции. Либо, например, ездили в этот Интерконтиненталь и, по-моему, ездили еще в Лоте. Везде есть огромные шейзалы от 200 до 500 человек. То есть, обычно даже люди проводят какие-то мероприятия там. Ну и в целом, по большому счету, у меня, наверное, все. То есть, я все, что вроде хотел, то рассказал. да, конечно, я сейчас напишу свою электронную почту. Смотрите, это моя электронная почта. Если у вас есть какие-то вопросы, мол, вот у нас еще есть 10 минут, пока меня не выглянет из своей презентации, вы можете либо мне написать на электронную почту, я вам дам ссылку на скачивание с Google Диска, либо, собственно, это. Если есть какие-то вопросы, то задавайте прямо здесь, я по-быстрому пытаюсь ответить. может быть даже более развернуты, чем... Давайте, наверное, по чемпионату мира напишите мне, пожалуйста, на почту, которую я указал, я обязательно ее, что-нибудь узнаю. Поэтому вполне вероятно, что у нас есть DMC или туроператор, который занимается именно вот таким вот. Просто сходу по чемпионату мира я вам ничего не скажу. Напишите, пожалуйста, на почту, я все сделаю. если в этом июле Пусан будет дорогим, с чего бы он станет вдруг дорогим. В целом, Корея на самом деле не такая дорогая страна, то есть она находится где-то между Китаем и Японией, но значительно дешевле Японии. Презентацию, да, пишите на почту, скину сразу ссылку. Я уже говорил. Пусан дорогим вряд ли будет, то есть все зависит от того, где вы собираетесь жить, какой отель и тому подобное. Мой совет, зайдите в Букинг просто и вбейте прям по названию пляжей, например, Хёп Че или Клан Нали. Либо Хэон Дэ, либо Клан Нали. Букинг сразу выдает огромное количество средств размещения, поэтому, то есть там на пляже очень большое. Поэтому я не думаю, что он будет очень дорогой. Здесь чемпионаты мира. Для въезда в Корею по большому счету нужен только паспорт, который действует, действует еще будет полугода, и билет туда-обратно, и бронь гостиницы. Просто бронь, даже не оплата. То есть так получилось, что с 2014 года у нас есть от 60 до 90 дней пребывания в Южной Корее без визы. Главное, чтобы у вас была бронь, то есть был куплен билет туда-обратно. Тогда проблем вообще никаких не будет. Вы спокойно пройдете таможню и паспортный контроль. С вас возьмут отпечатки и спокойно пойдете на трансфер. То есть отказывают, как правило, крайне редко. Чтобы тебе отказали, ты должен изначально выглядеть как гастарбайтер. То есть, не знаю, со своей лопатой и еще что-нибудь. Такое, да, бывает. Многие люди ездят на работу в Южную Корею, стараются где-то там устроиться нелегально. То есть, но если у вас есть билет туда-обратно и хотя бы бронь отеля, у вас не будет никаких проблем. Главное на въезде запомнить эту справку для паспортного контроля. Ну и в целом все. Да, конечно, я думаю, никаких проблем у вас не возникнет. Если у вас есть виза в Японию, например, вы путешествуете транзитом или хотите на обратном пути, проблем никаких не будет. Обучиться на косметолога можно там. Вот, к сожалению, это я вам не подскажу, потому что обучение мы редко не занимаемся этим. То есть, это нужно узнавать непосредственно где-то в клиниках и интересоваться. То есть, но обучаться, например, просто учить авторитетский язык это без проблем. Так, про Японию я вроде сказал. Да, в Японию можно. Многие даже делают все транзитные туры. Справка на английском. Вы имеете в виду, которые при въезде? Да, справка на английском языке, но, как правило, как правило, в салоне всегда сидят русские. То есть, и Google Translate наше все. Там справка в смысле просто полвозраст, зачем едете, что везете, не везете или с собой что-нибудь плохого. Все такое. иногда говорят, в Сеуле, например, есть на русском. Кто это? Но в целом, слушайте, вам, наверное, лучше загуглить только ее, потому что посмотреть делом я не скажу. Я обычно про самолеты выдаю. То есть, проблем-то не бывает. В Сеуле говорят на английском в основном, то есть, на русском есть, конечно, места, есть районы. Даже мне попадались на Мендоне, вот на этом, улице косметики, то есть, там попадались люди, говорящие на русском. Но в целом, русский язык для них все-таки экзотика. Но, как показала практика, всего ли много наших соотечественников. Так что, проблем нет. Если же вы говорите про, например, про гидов, только у всех DMZ есть гиды на русском языке, а периодически там работают наши соотечественники. Если вы едете на лечение, как правило, очень много наших бывших соотечественников или нынешних соотечественников работают меткоординаторами. То есть, если он не из России, он может быть из Казахстана, вот из Кистана или, например, из Киргизии. Так, в целом, вроде все. Спасибо большое. Надеюсь, был полезен. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok